Начинается программа «Особое мнение» в первое начало второго, а в нашей студии юрист Ян Чебутарёв, которого мы анонсировали в прошлом часе. К большому сожалению, Владимир Сметанин не успевает добежать до нашей редакции, но Ян Евгеньевич здесь и особое мнение в любом случае состоится. Добрый день. Добрый день. Я напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте, эхокирова.ру. Там же можно не только слышать наш эфир, но и видеть, идёт прямая трансляция. Пожалуйста, заходите, смотрите, пишите ваши вопросы через форму анонсов. И напоминаю, что есть ещё номер для СМС 8909-720-101-0. Если захотите, пожалуйста, Ян Евгеньевич, я думаю, будет готов ответить. Ну, я бы хотела, конечно, немножко анонсировать те темы, о которых мы сегодня будем говорить. Понятно, что это вчерашнее заседание поделок с губернатора Кировской области Никиты Белых. Вы анонсировали некие громкие заявления на вчерашнем судебном заседании, но я так понимаю, что ничего не состоялось. Ну да, да. К сожалению, я продолжаю ожидать представления некоторых документов, которые, на мой взгляд, могут существенно осложнить задачу прокуратуры в части доказывания виновности Никиты Юрьевича. Хорошо, к этой теме мы сейчас обратимся. Ещё одна тема, о которой хотелось тоже поговорить, это волна сообщений о готовящихся терактах и потенциальных каких-то угрозах, эвакуации людей из мест массового пребывания, кинотеатры, гостиницы, всё что угодно. И главная реакция представителей силовых ведомств, потому что наши коллеги, по-моему, 7 на 7 собрали такую вот картиночку, прямо сделали табличку у них на сайте, можно посмотреть, где, в каких регионах, что отвечают в пресс-службах МВД, в пресс-службах УФСБ по поводу того вообще, что происходит. Учения в основном, наверное, да. Нет, вообще не комментируют, к сожалению. Вот это очень печально, потому что вообще это создаёт такую некую нервозность, да. Понятно, что мы с вами поговорим про фильм «Матиль», да, его трансляция в том числе и в Кирове запланирована, да, мы не хотим здесь никаких проблем и эксцессов, поэтому надо понимать, что будет происходить. Ну, если успеем, ещё поговорим немножечко про итоги выборов. Напоминаю, да, у нас теперь новый губернатор, зовут его Игорь Васильев. Вот, то есть начнём с одного губернатора, закончим другим, если успеем. И ещё одна тема, которую я не могу сегодня в эфир не взять, потому что героиня, скажем так, да, вот эта история, она была в нашей студии, была совсем недавно. Это одна из дольщиков нового Сергеева, зовут её Татьяна Широкова, и Татьяна Широкова вот буквально у нас в понедельник, когда была инаугурация Игоря Васильева, когда приезжал Бабич, а Бабич, напомню, был не только на торжественной церемонии, его в том числе там по учреждениям здравоохранения нашим возили, встал в одиночный пикет возле больницы поликлиники на Карла Маркса, куда в это время как раз прибыли губернаторы, полпредпрезиденты и прочие. Ну, она, понятно, там, да, стояла с плакатиком, просила каким-то образом повлиять и помочь в решении проблемы дольщиков. Без мегафона, надеюсь. Не сообщается про мегафон, я думаю, что девушка, она грамотная, она не первый раз уже организует, да, какие-то акции, то есть понятно, что дольщики участвовали вот в этих общероссийских пикетах. Думаю, что она грамотно подошла к вопросу, про мегафон ничего не сообщается. И вот теперь в отношении Татьяны Широковой возбуждено, не знаю, дело, не дело, производство какое-то, может быть, пока еще это все на стадии проверки какой-то, да. Скорее всего, протокол составлен. Протокол составлен об административном нарушении за организацию несанкционированного пикета. И мне это, Ян Евгеньевич, удивительно, потому что вообще-то мне всегда казалось, что одиночные пикеты у нас не требуют каких-то санкционирований, согласований и прочего. Вот у меня такое же мнение, может быть, за последние несколько часов что-то поменялось, но мы не в курсе. Изменений законодательства стремительных, да. На мой взгляд, безусловно, если человека обвиняют в том, что он провел несанкционированный пикет, я вижу здесь всего лишь терминологическое противоречие. Одиночный пикет не требует каких-то согласований, выдачи каких-то санкций. Он именно этим и отличается от других публичных мероприятий, которые как раз требуют, пусть и в уведомительном порядке, но тем не менее требуют подачи соответствующих заявлений. Могу только надеяться, что правоохранительные органы, судебные органы разберутся в данном деле. И если действительно существо обвинения заключается только в том, что, по мнению наших правоохранителей, одиночный пикет требует какого-то согласования, ошибки должны быть исправлены. Девушки должны быть просто принесены извинения. Но, к сожалению, наши коллеги не сообщают, кто именно написал заявление по поводу проведения несанкционированного пикета, но вы предполагаете, что если правоохранители будут руководствоваться нормами закона, то штраф Татьяне Широковой не грозит? Не грозит. Составление любого протокола не означает привлечение к ответственности. У нас достаточно большое количество административных дел возбуждаются и заканчиваются ничем. Прекращение производства по делу в связи с отсутствием состава, события, правонарушения и так далее. Во всяком случае, количество здравомыслящих людей достаточно велико. И органы власти, и полиции всегда умели и сейчас умеют признавать свои ошибки. Я думаю, что не очень красивая ситуация будет, тем более, что дочится. И так пострадавший человек фактически. Ну, так-то да. И наказывать еще, причем, да, сомнительное наказание такое, наверное, не очень правильно. Ну, хорошо, мы подождем развитие событий, посмотрим, что напишет и скажет нам Татьяна Широкова. Переходим к вчерашнему заседанию по делу Никиты Юрьевича. Честно говоря, мне, например, новостей каких-то, вот вчерашний допрос, не дал. Не знаю, там были какие-то новые моменты, которые не озвучивались раньше, тем не менее. Ну, нет. Честно говоря, вчерашний допрос Никиты Юрьевича был достаточно скушен. Государственное обвинение задавало уточняющие вопросы, причем даже те, на которые в своем выступлении Никита Юрьевич уже ответы ранее давал. Но, на мой взгляд, прокуратура достаточно профессионально подходит к делу, пока тяжело в чем-то их обвинять. Они уточняют ровно те моменты, которые должны уточнять. Ставились вопросы, мог ли как-то единолично губернатор области лоббировать принятие решений о включении инвест-проекта НЛК в список приоритетных, либо эти решения принимались коллегиально. Никита Юрьевич ответил, насколько я помню, что принимается это все правительством области. Ну да, правительство коллегиально органы, губернатор, даже при том, что он является высшим должностным лицом области, не может подменять профильные министерства, которые еще до принятия правительством решения готовят соответствующие заключения. По вопросу обоснованности отнесения данного инвест-проекта к приоритетным, по вопросу заключения договоров аренды лесных угодий, соответственно, пока все идет нормально. Честно говоря, я лично вчера ждал и продолжаю ждать, что сторона защиты представит в материалы дела документ, который подтвердит позицию Никиты Юрьевича и позицию защиты, что вот эти пресловутые 50 тысяч евро, которые... Получение которых Никита Юрьевич признал. Признает. Которые были получены от господина Зудхаймера, были в последующем обменены на рубли и внесены в банк на расчетный счет военно-исторического общества. Причем при этом составлялся документ, который называется «Мемориальный ордер». Это банковский документ, который составляют работники банка. И в качестве основания внесения данных в денежных средств указывалось, что это пожертвование Зудхаймера. На мой взгляд, когда эти документы будут представлены, проверены, приобщены к материалам дела, может ставиться вопрос о том, что имеют место быть в деятельности фонда финансовые нарушения. Все-таки пожертвования оформляются письменно. Это либо договор какой-то о пожертвовании, либо безналичные какие-то платежи. Но, на мой взгляд, речь о какой-то взятке с трудом может вестись. То есть появление этого документа, если он есть, здорово меняет отношение к делу? Ну, немножко поменяет, да. Немножко? Немножко. Могу пояснить, ведь сейчас Никите Юрьевичу вменяются два эпизода. По одному эпизоду господин Лорицкий при посредничестве Щерчкова, вице-губернатора, Сергея Владимировича, передал Никите Юрьевичу 200 тысяч евро. При этом сам господин Лорицкий, а это следует из текста обвинительного заключения, никоим образом не получал никаких предложений лично от Никиты Юрьевича передать ему денежные средства. Он не знает, куда эти деньги пошли. А что и знает, то только со слов господина Щерчкова. В чем тест? Скорее всего сложится ситуация, при которой слово господина Щерчкова будет стоять против слова Никиты Юрьевича Белыха. Что-то мне подсказывает, что вряд ли прокуратура сможет представить в материале дела какие-то средства объективного контроля, записи из камеры видеонаблюдения в кабинете губернатора о том, как господин Щерчков передает Никите Юрьевичу пакет и приговаривает, что вот это тут 200 тысяч от Лорицкого, которое ты просил меня получить. Сомневаюсь. Зная, что в кабинете видеонаблюдения нет. Да, да, да. Сомневаюсь я в таком развитии событий и полагаю, что как раз тест будет заключаться в чем. Уголовный кодекс Российской Федерации провозглашает так называемую презумпцию невиновности, которая говорит о чем? О том, что даже в том случае, если есть какие-то сомнения в виновности или невиновности человека, то все такие сомнения должны трактоваться исключительно как обосновывающая невиновность человека. Соответственно, если есть слово одного гражданина против слова другого гражданина, невозможно при отсутствии каких-то других доказательств признать белых виновным. Это мое мнение. Если, конечно, не выяснится, что есть какие-то иные косвенные улики, показания этого же секретаря, который носил этот пакет денег, передавал господину Пахтееву. Если господин Пахтеев не скажет, например, о том, что он денежные средства конвертировал из евро в рубли, зная, что это взятка, которую Лорицкий передавал посредством Щерчкова, белых и прочее. То есть немножко забегать вперед все-таки, мне кажется, не следует. А ясность в этой ситуации наступит только после допроса Сергея Щерчкова? Нет, на самом деле, вот, Аня, я поставлюсь, что ясность в данном деле либо не наступит никогда, либо наступит очень нескоро. Почему? Белых не признает себя виновным. Это достаточно смелый поступок. Человек, не признающий виновности в суде первой инстанции, человек, не сотрудничающий со следствием, человек, который не просит какого-либо снисхождения. Но это прежде всего человек смелый. Почему? Потому что при таком развитии событий рассчитывать на какие-то существенные послабления при назначении наказания он не может. Если вина его будет установлена. Да. Но вот такая позиция со стороны защиты, со стороны лично Никиты Юрьевича, мне представляется, как, на мой взгляд, обосновывающая его личную уверенность в своей правоте. Что тоже, на мой взгляд, стоит весьма дорого. Согласитесь, что бывают случаи, когда и свидетели дают не вполне, скажем так, правдивые показания. И опасения Никиты Юрьевича, которые уже прозвучали, что он полагает, что показания, которые против него даны и Ларицким, и Щерчковым, и упоминалась еще фамилия Сосолятина, связанная с тем, что все указанные граждане сами в свое время находились под большим-большим подозрением со стороны правоохранительных органов. По этому же делу? Ну, или по этому же, или по другим делам. Ларицкий в свое время обвинялся в мошенничестве с кредитами сберегательного банка. У господина Щерчкова были другие проблемы, напрямую не связанные с вот этим делом Никиты Юрьевича Белых. Господин Сосолятин в свое время точно так же привлекался к ответственности за не вполне корректное исчисление уплату налогов на авиатским лыжным комбинатам. И Белых-то как раз в своем выступлении предположил о том, что, может быть, может быть, именно то обстоятельство, что указанные граждане дали показания против него и каким-то образом свело на нет, либо сильно посодействовало смягчению наказания. Как, например, тому же Ларицкому назначили, по-моему, три года лишения свободы за весьма тяжкое преступление. А дело Владимира Сосолятина сейчас, как вы мне сказали, в перерыве находится в стадии пересмотра? Ну, почему? Он был оправдан судом первой инстанции, в последующем областной суд приговор отменил, и сейчас дело где-то в правоохранительных органах... Где-то бродит из кабинета в кабинет. Ну, судьба его неизвестна, там не анонсируется. Если на сайте судов можно отследить судьбу дела, которое суд рассматривает, то дело, которое находится в производстве органов, в следствии или прокуратуры, оно не афишируется. Соответственно, где-то вот оно вот бродится. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально минутой, и мы вернемся, напоминаю, в нашей студии юрист Ян Чеботарев. Продолжаем общаться с юристом Яном Чеботаревым. Особое мнение в нашем эфире. Говорим про дело Никиты Белых. Вчерашнее судебное заседание остановились на заявлении Никиты Юрьевича о том, что... В предположениях, чем вызваны показания, данные против него, господином Щерчковым, господином Ларицким и отчасти господином Сосоляким. Ну, я думаю, что не так долго нам осталось ждать до того момента, когда все основные свидетели обвинения смогут лично явившись в суд рассказать присутствующим, ответить на вопросы и защиты, и прокуратуры, как же действительно развивались события, которые лежат в основе предъявленного Белых обвинения. Вот. Все не обязаны явиться. Не может быть такого, что кто-то заболеет. Ну, люди все могут заболеть, случиться может все, что угодно, но свидетель обязан явиться в суд и дать объяснение. Если только произойдет что-то сверхуважительное, прокуратура сможет походатайствовать перед судом об оглашении ранее данных показаний, закрепленных в протоколах следственных действий. Если защита говорит, например, о том, что тот же Щерчков несколько раз менял свои показания, можно заявить ходатайство и огласить все показания, которые Щерчковым, Лорицким, любыми другими фигурантами давались, и предложить свидетелю объяснить, чем вызваны те расхождения в показаниях, которые давались ранее на протяжении весьма длительного времени. А суд обязан ли это сделать? Вот если показаний несколько, если свидетель обвинения менял свои показания, суд обязан ли это? Правильно. То есть может сделать, а может и нет. Суд сам решает, как вести процесс, удовлетворяет ли заявленное ходатайство, что обвинение, что защита. Другой вопрос о том, что решения суда могут быть подвергнуты ревизии в порядке апелляционного рассмотрения дела обжалованной приговора. Это уже по завершении судебного следствия? Это уже по завершению, да. Еще один вопрос применительно к Никите Белых, который я хотела бы вам задать. Не очень понятна мне была ситуация с уходом двух из трех адвокатов. Напоминаю, что Андрей Грохтов сейчас представляет интересы Никиты Белых, Марина Ярош и Дмитрий Кудряшов. Вот на первом фактически, да, таком серьезном заседании, да, заявили о том, что из-за неуплаты, неоплаты их услуг они из дела выходят. Ну это нормально. Услуги адвоката, услуги платные, причем... Никита Юрьевич не бедный человек, был, по крайней мере. Ну мы же не знаем, в каком состоянии находятся сейчас дела Никиты Юрьевича. И вполне разумно предположить о том, что его достаточно длительное пребывание в местах заключения, наверное, негативно сказалось. Не только на состоянии его здоровья, но и, очевидно, на текущем финансовом положении. Во всяком разе адвокаты обосновали свой выход из дела именно тем, что Никита Юрьевич не произвел следуемые платежи. Ситуация неприятная, но, к сожалению, часто встречающаяся. А не может эта ситуация быть просто отговоркой, да, и перекрытием для каких-то других причин? Может быть, но это уже теория заговоров. В этой части, я полагаю, что здесь не имеет смысла городить предположения. Остался адвокат, который достаточно неплохо осведомлен в деле, имеет достаточно громкое имя, весьма адекватно выстраивает свою позицию. Ну посмотрим, посмотрим, что нам остается. Мы, публика, мы смотрим за развитием ситуации, делаем свои выводы. Может быть, может быть, где-то примеряем эту ситуацию на себя. Как бы ты повел себя в той или иной ситуации. Честно скажу, меня настораживает схожесть дела Белых с делом, которое тоже в Москве сейчас рассматривается. У Люкаева? А этот же господин Феоктистов, там примерно похожая ситуация. У Белых пакетик, у Люкаева чемоданчик. Один говорит, что, а кстати, и там, и там вино фигурирует. Да? Да. Один говорит, что... Или у Люкаева, по-моему, еще колбаса фигурировала. Ну. Извините, корзинка с колбасой, как-то так это звучало, да? Ну это традиционный подарок Роснефти. И господин Сечин говорят, что увлекаются охотой и добытая дичь перерабатывается на... На подарки. На подарки в качестве мясных изделий, колбаски, буженинки и прочее, прочее. Достойные для мужчины увлечения. Вот. Но, тем не менее, приходится констатировать как факт, что и люди одни и те же, господин Феоктистов, и ситуации схожие, и ничего, кроме отпечатков вот этой светящейся краски на ладонях в деле Белых, нет. И опять же, мы можем столкнуться с ситуацией, что будет слово господина Зудхаймера, который уже сейчас говорит о том, что Белых требовал деньги, и слово Белых о том, что он никаких денег не требовал и полагал о том, что в этом пакете, который он, да, действительно принял, находится всего-навсего подарок в виде бутылки вина, например, которую мы все видели на фотографиях, да, которые были распространены в Следственном комитете. Ну, ждем следующей среды. Я так понимаю, что в следующую среду может произойти что-то интересное. Может быть, но просто напомню, что допрос Белых пока не закончен. Он дал свои объяснения сейчас, ему задает вопросы прокуратура, и причем сторона обвинения продекларировала, что таких вопросов они успели задать ровно 50, и осталось еще столько же. Соответственно, я полагаю, что все будущее заседание будет посвящено именно тому, что Никита Юрьевич будет продолжать отвечать на вопросы прокуроров, объясняя структуру правительства, порядок принятия тех или иных решений при предоставлении налоговых льгот, преференций, при проведении или не проведении лесных аукционов, при заключении каких-то договоров с Новоядским лыжным комбинатом. То есть, на мой-то взгляд, самое интересное пойдет тогда, когда мы будем слушать и господина Щерчкова, и господина Лорицкого. То есть, когда начнется допрос свидетелей? Да. Вполне допускаю, что вот тот документ, наличие которого, предполагаю я, будет приобщаться к материалам дела тогда, когда свои доказательства будет представлять сторона защиты. А сторона защиты представляет свои доказательства после того, как свои доказательства представит сторона обвинения. То есть, это еще долго ждать? Ну, не скоро еще. Мы можем прогнозировать вообще хотя бы какие-то сроки? Вот на сколько растянется процесс? Можно сейчас определенно сказать только одно, что процесс рано или поздно закончится приговором. А каким будет этот приговор? А вот это неизвестно. А этого пока никто не знает. Никто не знает. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Сделаем перерыв и вернемся в студию. Программа «Особое мнение» продолжается. В студии Ян Чеботарев. Напоминаю, говорим мы о вещах довольно серьезных. Закончили с Никитой Юрьевичем. Ждем следующей среды. Возможно, будут какие-то новости. Еще одна наша тема – это волна сообщений о готовящихся терактах в российских городах. Ну, понятно, там началось все в Москве, в Петербурге, в крупных каких-то мегаполисах. В прошлые выходные случилось и в Кирове. Были оцеплены сразу несколько крупных объектов. Да, эвакуированы посетители. ЦУМ, колизей, торговый центр «Максимум», бары, мануфактура, конструктор «Практик». Что происходит, Ян Евгеньевич? Ну, вот на первый взгляд, что мы можем предположить? Ну, я лично могу предположить, что это, наверное, либо телефонное хулиганство, либо какие-то учения. Слушайте, ну телефонное хулиганство в таком масштабе с ним до сих пор не сталкивались. Ну, с другой стороны, это ведь, может быть, запланированное телефонное хулиганство. Поговаривают, что очень большое количество сообщений о заложенных взрывных устройствах по тем событиям, которые происходили еще до Кирова в других городах и регионах России. Большое количество звонков производились с территории сопредельных государств. Я думаю, что наши правоохранительные органы займутся всерьез этой ситуацией и информацию такую, безусловно, проверят. Другой вопрос, что, если это правда, сомневаюсь, что удастся оперативно устранить, не устранить, установить виновных лиц, ну, наверное, здесь уже вся эта ситуация плавно перейдет из области права в область политики. Если действительно это... То есть Сергей Лавров будет звонить в сопредельные государства и говорить, вы там с вашими разберитесь? Может быть и так. С другой стороны, я прекрасно понимаю наши органы, внутренние и внешние. Если поступает подобного рода звонок о том, что в ЦУМе, либо в торговом центре максимум что-то может произойти, власть обязана реагировать. И она, слава богу, слава богу, что она лишний раз показывает, что она прислушивается к возможности возникновения угроз для жителей города. Это только можно приветствовать. Я так думаю, что никто из посетителей, эвакуированных из этих крупных торговых или развлекательных центров, не был в претензии. Мы все понимаем, что если есть действительно сообщение о какой-то угрозе, то надо собраться, надо вести себя так, как нужно, выполнять все указания, покинуть опасное место, все что угодно. Вот. Но вопрос в следующем. Если бы это был какой-то, ну не знаю, телефонный звонок об угрозе, почему невозможно пояснить, что да, вот нам звонили, был звонок. У нас же случались эти ситуации раньше, то есть они не были, конечно, настолько массовыми, но раз примерно в два-три месяца какой-то торговый объект либо эвакуировали, либо просто народ оцепляли, да не пускали посетителей. Что происходит сейчас во всех городах России? Почти во всех, не знаю, может быть где-то есть по-другому. Представители правоохранительных органов на звонки журналистов отвечают следующее. Наши коллеги 7 на 7 я анонсировала, да. МВД по республике Карелия. Мы не комментируем это происшествие. У МВД по Рязанской области. Этим занимается ФСБ, оперативные мероприятия продолжаются, больше добавить ничего не можем. У МВД по Кировской области. Не даем комментариев, можете так и написать. У МВД по Республике Коми. Звоните в пресс-службу ФСБ. У МВД по Брянской области. Пока не комментируем. У МВД по Ульяновской области. Мы не комментируем эту ситуацию. Попробуйте позвонить в ФСБ. Вот так. Они пробовали? Я, честно говоря, не знаю. Возможно, коллеги и пробовали позвонить. Вот. Но вообще просто напрягает. Ну, честно скажу, это немножко, конечно, странно. На мой взгляд, да, конечно, в соответствии с федеральным законодательством можно ограничивать доступ к гражданам какой-либо информации, составляющую государственную, любую иную тайну, результатам оперативно-розыскной деятельности. Но дать информацию элементарную о том, что, ну, да, был звонок какой-то, мы устанавливаем откуда, как, кто звонил. Но это же недолго. Это же просто пояснить. Они же раньше это поясняли. У них уже речь отрепетирована. Ну, может быть, да. Нет, не могу здесь я предположить ничего. На мой взгляд, объяснение тяжело давать, если, конечно, не руководствоваться какими-то высшими интересами, о которых мы не знаем и можем только предполагать. Вдруг это действительно какая-то спланированная кампания, ведущаяся с территории сопредельных государств, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Может быть. А нам об этом не говорят, чтобы мы не начали хуже относиться к сопредельному государству? Может быть и так. Поэтому, ну, все-таки давайте, пусть небольшой, но кредит доверия нашей власти оставим, подождем, посмотрим, как будут развиваться события. Ну, в конце концов, должны же они, да, объяснить. Да, я думаю, что объяснят. Потому что ситуация коснулась ни одного города и нет. Да, я думаю, что объяснят. Причем вполне допускаю, что достаточно разумно объяснят. И, может быть, даже какие-то сведения дадут, которые сумеют получить за вот этот промежуток времени, который мы с вами можем им дать. Хорошо. Подождем. Подождем. Еще одна наша тема. Шумихов вокруг фильма Алексея Учителя. Матильда. Ох, тяжелый был вздох. Вздох тяжелый, но он касается, большей частью, наверное, не фильма, который пока еще я лично не видел, но обязательно посмотрю. А вот этой странной, абсолютной истерии, которая, на мой взгляд, раздувается несколько искусственно. Мне абсолютно непонятна ситуация, при которой юрист, бывший работник прокуратуры, депутат Государственной Думы, отрицает право своих сограждан на собственное мнение и на свободу художественного самовыражения. Это мы на Наталью Поклонскую сейчас говорим. Про нее, милый, про нее. Не понимаю и не принимаю. Причем настолько агрессивно пытаться заблокировать выход этой картины на совершенно надуманных основаниях. И только лишь исходя из того, что когда-то, относительно недавно, некоторое количество церковных иерархов вдруг приняло решение у святости, Николая Александровича Романова, ну это странно, честно. В этой части я бы, наверное, считал необходимым следовать, к примеру, просвещенные Европы, да простят меня русофилы, Где, простите, снимаются совершенно различные картины и никто художникам рук не затыкает. На мой взгляд, наделение человека каким-либо статусом, даже не хочу касаться вопроса, насколько обоснованно или нет, Не делает его иммунным от... Неприкасаемым, да? Неприкасаемым, да. Любой критики. Тем более, что уж, извините, положа руку на сердце. Фильм-то во многом основан на событиях документально подтвержденных. Госпожа Поклонская, наверное, не читала мемуары балерины Кшесинской столь яно... Может быть, она врет балерины Кшесинской. А тогда кто правду говорит? Наталья Поклонская. Ну, прямо скажем, что в дневниках Николая Александровича Романова тоже некоторые записи есть. Правда, к его чести необходимо отметить, что после его официального вступления в брак с Александрой Федоровной отношения прекратились с госпожой Кшесинской. Но, тем не менее, в этой части, на мой взгляд, речь не о том, насколько правдив и документален тот фильм, который есть. В конце концов, это художественные произведения, да? Они документальные. Да, безусловно. Значит, для меня абсолютно отвратно выглядит именно попытка навязать свое мнение всем окружающим. Вот почему-то Поклонская считает, что невозможно ни критиковать, ни как-то по-другому, нежели считает она показывать жизнь исторического персонажа. И все должны встать по стройке смирно, не думать ни на шаг влево-вправо, всем плыть в одной струе, ходить колонной. Ну, все-таки у нас демократическое государство, как минимум по конституции, которую прокурору надо бы знать. Елена Евгеньевич, ну вот смотрите, какая история. Поклонскую уже одернули. Одернул министра культуры Мединский, одернули ее депутаты по Государственной Думе. Возможно, будут какие-то там частные личные разговоры и прочее. Ситуация с самой Поклонской может быть как-то и решится, и сама она, возможно, перестанет настолько одиозно, да, ильяно... Ипотировать публику. Да, ипотировать публику. Вот. Но проблема-то в том, что она уже открыла ящик Пандоры, простите, да, за штамп. Появились некие активисты, которые именуют себя христианскими активистами, по-моему... Царебожники. По-моему, называлось это христианское государство, да, некая организация, которая вроде бы как говорит, это не мы, это не мы, и тем не менее, такие двусмысленные, достаточно выкладывать тексты в интернете. Всем людям должно быть понятно, что, значит, с ними произойдет, если вдруг вот этот фильм будет показываться вот в этом кинотеатре. Всем владельцам кинотеатров это тоже должно быть понятно. Потом говорят, нет, 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 мы ей не угрожаем. Российская Федерация, государство светское. Лично для меня никакой разницы нет между исламским государством, христианским государством... Запрещенным исламским государством, да? Давайте оговоримся. Да, именно про то. То есть в этой части, если вдруг появится какая-то непонятная секта, которая под флагом учения Христа начнет проповедовать экстремистские совершенно лозунги, требовать запрета всех иных религий, невозможности свободно выражать собственные мнения и прочее, прочее, то это антиконституционно, и наши правоохранительные органы должны будут, на мой взгляд, принимать соответствующие решения, процессуальные причем. В этой части, на мой взгляд, пока страшного ничего нет, хотя тенденция неприятная. Многие не вполне адекватные граждане вполне могут посчитать, что если такие известные личности, медийные личности, прокуроры бывшие, депутаты могут требовать от государственного аппарата действовать в угоду их личным осуждениям, их личному мнению, то граждане тоже могут позволить себе. Вот мы видели, как один товарищ собственную машину повредил, поджег кинотеатр, где анонсировался премьера фильма «Матильда». Ну, разве это правильно? Безусловно, нет. Слава Богу, у нас в провинции до подобного рода эксцессов не дошло, я надеюсь, что не дойдет никогда. Вот, хотя, вроде средства массовой информации сообщают, что и в городе Кирае появились какие-то... Лисовки, баннеры. Да, и прочее, прочее. Ну, осень, осень, весной, осенью говорят, что очень часто неустойчивая психика дает сбои, может быть, с этим связано. Ну, я отмечу только, что Колизей, Смена и Дружба подтвердили, что будут показывать фильм «Матильда», в отличие от некоторых московских кинотеатров, которые от греха подальше решили как-то отстраниться от этой истории. Вот, и я также, как вы, надеюсь на то, что не будет каких-то серьезных эксцессов, и все, кто хотят посмотреть «Матильду», ее посмотрят и составят об этом фильме свое мнение. Мы живем в век глобальной информатизации, и слава богу, как только фильм выходит на экраны, его практически сразу можно купить и через интернет, и посмотреть, и распространить как угодно, и показать знакомым. И если фильм получил прокатное удостоверение, это означает, что он признан возможным к демонстрации, то есть он не содержит ничего неприличного, непристойного, нарушающего законодательства Российской Федерации. То есть любой несогласный, и опять же депутату, прокурору, юристу Поклонской, это известно, в случае несогласия с действиями, Министерство культуры может запросто обратиться в суд и попробовать доказать свою правоту. В общем, отправляем Наталью Поклонскую в суд. На этом завершаем нашу программу. Ян Чеботарев, юрист, был у нас в эфире. Яна Лапшина. Всем спасибо. До свидания. До свидания.